В Софеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Масгордуму. Выборы в Масгордуму в Софеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Масгордуму. 16.10.8.2019 года РИА Новости. Владимир Остапкович. Здание Московской городской думы на Страстном бульваре в Москве. РИА Новости. Владимир Остапкович. Здание Московской городской думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото. Москва, 8 Авкрия новости В недавних протестных акциях в Москве есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния К сожалению, наше предположение о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились, сказал сенатор 4 августа, 08.00 РИА Новости Свобода победила протест Что произошло в Москве? Климов отметил, что ряд иностранных СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, а некоторые сотрудники ДИП-корпуса допустили неприемлемые действия По словам сенатора, в протестах участвовали лица, проходившие определенную подготовку за рубежом и получавших оттуда деньги Также Климов указал на факты обработки российских граждан иностранными структурами, специализирующимися на лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, ПИА и ЧИА технологиях На основании рассмотрения доступных нашей рабочей группе материалов мы планируем разработать конкретные предложения в части пересечения любых попыток вмешательства в суверенные дела России, заключил сенатор 6 августа, 08.00 РИА Новости Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех Протесты в Москве Несогласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа В общей сложности полиция задержала на них около 1,7 тысячи человек за нарушение Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти Обвинения предъявлены Евгению Коваленько, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самаридину Раджабову, Алексею Минейла, Егору Жукову, Данилу Канону, Владиславу Барабанову, Сергею Абаничеву, Сергею Фомину Вчера, 22 июля и 27 РИА Новости Дело о массовых беспорядках в Москве передали в Центральный аппарат СК Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали, на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов 107 При этом при проверке подписей Мосгорисбирком обнаружил множество нарушений У 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 более 14 тысяч несуществующих избирателей